Всем привет, друзья! С вами Камран Гасанов, это передача «Короли и пешки». Сегодня мы проводим эфир с участием двух гостей из Баку, из Еревана, и я бы хотел обсудить перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений. Итак, для начала представлю моих гостей. Из Еревана к нам подключается президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян и глава политического клуба «Южный Кавказ» политолог Ильгар Велизаде из Баку. Дорогие друзья, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы начать вот с такого момента, наверное, менее конфликтного. Часто при обсуждении вот этой карабахской тематики мы забываем о том, что объединяет азербайджанцев и армян, и, конечно, это очень важная тема, учитывая, что в целом настрой есть и с одной и с другой стороны, несмотря на определенные сложности. Вот на ваш взгляд, что именно может быть точкой опоры, что объединяет армян и азербайджанцев и является точкой соприкосновения для построительства нормальных отношений? Вот хотел бы начать с Бориса. Я должен сказать, что сближающие факторы, они становятся работающими и эффективными тогда, когда нет глубокого конфликта. То есть все, что объединяет людей, там, я не знаю, кухня, какие-то культурные, культурное наследие, привычки, характер взаимоотношений в обществе, все это становится сближающим фактором. Но мы-то прекрасно знаем, что в армяно-азербайджанских отношениях, наоборот, все то, что объединяет, скажем, какие-то общие песни, становится предметом споров и конфликтов. Да, толма становится предметом споров и конфликтов, хаш и так далее. Поэтому все-таки на данном этапе нас должно сближать стремление к миру и взаимодействию в регионе, поскольку Южный Кавказ находится под серьезной угрозой. И угроза эта обусловлена не конфликтами внутри региона, а конфликтами вокруг региона очень сильных и амбициозных игроков. И осознание того, что если мы не станем фактором для мирного будущего, сами армяне-азербайджанцы, для мирного будущего региона, то те противоречия, которые есть у упомянутых многих геополитических игроков, они просто затянут нас в очередной конфликт. Поэтому, я думаю, и в Баку, и в Ереване, и на политическом, и на общественном уровне должны понять, что мы должны быть спонсорами мирного процесса в регионе и вокруг него, а не спонсорами новых каких-то конфликтов и войн. Я вашу позицию понял, что основное это намерение, именно стремление к миру, оно будет сближать эти два народа. Вот, Ильгар, как вы считаете, согласны ли вы с этой позицией или вы можете еще что-то добавить в этот общий, так сказать, котел мнений? Ну, нам, конечно, есть что вспомнить. Прошлое нас и разъединяет, и объединяет. Поэтому, в зависимости от того, что мы будем искать в этом прошлом, то, что нас объединяет, объединяющие начала, или же все-таки, значит, копаться в бесконечных вот этих проблемах, противоречиях, и уносить противоречия прошлого в будущее. Вот это, конечно, очень нехорошая тенденция, и таким образом никогда никакой конфликт не закончится. Конечно, мы должны думать о будущем, и, понятно, извлекать уроки из прошлого, но при этом, конечно, опираться на, скажем, есть какие-то элементы, позитивные элементы из нашего прошлого, которые мы могли бы взять в это самое будущее. Что касается внешних игроков, конечно, внешние игроки всегда есть, всегда были, всегда будут. И здесь, в этой связи нужно сказать, что воля самих обществ к миру, к взаимопониманию должна определять их будущее, а не воля внешних игроков, которые используют вот эти самые конфликтные нарративы и продвигают свои интересы, пытаясь сталкивать общество, страны друг с другом. Конечно, в этом смысле есть позитивные основания, есть даже позитивные предложения. Последний год они были сделаны, в частности, вот из позитива. Мы, если не будем обращать внимание, ну, скажем так, сейчас немножко абстрагироваться от негатива больше на позитив, обращать внимание, то из позитивного можно отметить встречу глав министров иностранных дел, в частности, в Тбилиси. Азербайджанская сторона также предлагала организовывать встречи именно в двухстороннем или в трехстороннем формате, без участия внешних сил. Тоже можно избрать в качестве площадки Тбилиси. То есть, я хочу сказать, что если есть воля, политическая воля, то есть, есть и возможности для того, чтобы ее реализовать. Да, ну, я вот смотрю, что вот в некоторых местах как раз вот позиция вот Ильгар Ваша, да, очень схожа с позицией Бориса о том, что некоторые геополитические моменты, да, игроки внешне, они играют существенную роль. Я к этому хотел бы вернуться, но хочу, не отходя от темы, да, вот именно армяно-азербайджанских отношений, именно как народов, задать вот следующий вопрос. Сначала Борису, потом вам, Ильгар. Вот недавно было заявление президента Азербайджана о том, что армяне, которые проживают в Карабахе, они могут быть полноценными гражданами Азербайджана. Вот как вы считаете, возможно ли мирное сосуществование армян и азербайджанцев в рамках одного государства, да, в частности, в данном случае, в составе, например, Азербайджана? Я считаю, что мирное существование возможно. Для этого нужен углубленный и очень терпеливый диалог. К сожалению, такого диалога мы пока не видим. И, конечно, акцент на то, что армяне Нагорного Карабаха либо прямо сейчас соглашаются на азербайджанское гражданство, либо должны покидать страну, это не способствует началу такого разговора, поскольку статус гражданина, на мой взгляд, если исходить из таких общегуманитарных подходов, не должен иметь большое преимущество перед, скажем, правом проживать на своей родине, где жили поколения твоих предков, где у тебя есть имущество. Понятно, что в конечном итоге статус всех людей, праващих в государстве, желательно, чтобы был один. Но к этому, как я уже говорил, идти последовательно и преодолевать те страхи, озабоченности, которые есть у местного населения. Если это будет преодолено, то в будущем, я думаю, больших проблем не будет. Но если мы будем продолжать жить в ситуации блокады, как в которой оказались сегодня армяне Нагорного Карабаха, причем не признание факта блокады со стороны тех, кто эту блокаду организовал, что типа там все здорово, можно пойти в магазин, купить любые продукты, подвозится все беспрепятственно, если это разрешенные грузы. Но все это на самом деле не так. Все это продолжается уже более трех месяцев, скоро четыре будет. Этот фон, он, естественно, не способствует тому диалогу, который предлагается со стороны Баку. и все эти страхи, озабоченности, мысли о своем неопределенном будущем, которые присущи даже тем карабахцам, которые, может быть, были бы заинтересованы в конструктивном и мирном решении проблем, все это не способствует тому, чтобы проблема проживания нормального, безопасного и с соблюдением прав в перспективе вырисовывалась. То же самое касается и, собственно, отношения Армении и Азербайджана, которые оказывают влияние, естественно, на настроение, которое есть в самом Нагорденом Карабахе. Здесь также мы видим утверждение о том, что надо как можно скорее подписывать мирное соглашение, но фон, которая атмосфера, которая создается во всем этом процессе, она способствует тому мирному соглашению, который был бы основан также на намерениях, однозначных намерениях решать в дальнейшем все проблемы мирным путем и без применения сил. Надо думать об этой атмосфере, как в диалоге между Баку и Степанакиртом, так и в диалоге между Баку и Ереваном. Сейчас мы можем, конечно, спорить, кто в большей степени ответственен за ту конфронтационность, которую сопровождает все последние годы наши отношения, но факт остается фактом. Атмосфера не способствует тому, чтобы были решены многочисленные проблемы. Ваша позиция понятна. Теперь я к Альгару хотел обратиться. Есть ли у вас какое-то видение, какой-то рецепт, как можно снизить этот градус конфронтации, если действительно он настолько высок, как говорит Борис, и какие гарантии Азербайджан как государство может предоставить для того, чтобы все-таки убедить армян, что проживать в Азербайджане не опасно, никто не собирается устраивать массовые убийства, чтобы они себя чувствовали такими же полноценными гражданами Азербайджана, как и остальное население, которое там проживает? Ну я в данном случае согласен с Борисом о том, что необходим диалог. Диалог это единственный верный и правильный путь к взаимопониманию. Без диалога не может быть взаимопонимания априори. Конечно, мы предлагали и раньше, во время конфликта, предлагали этот диалог, мы тогда называли его межообщинный диалог, между представителями азербайджанской общины, армянской общины, Карабахи, но, к сожалению, армянская сторона от такого диалога отказывалась, прямо отказывалась, говорила о том, что это невозможно, поскольку наша основная цель это независимость, и вот этот диалог подрывает эту самую независимость, как нам тогда объясняли. Поменялась ситуация, сегодня, после 44-дневной войны, Азербайджан опять же предлагает диалог с представителями армянского населения, которое проживает на территории, мы называем, Карабахский экономический район Азербайджанской республики. Опять этот диалог тормозится, торпезируется, опять же, по причине того, что те, кто стоит за армянским населением, их, скажем, политические лидеры, они выступают против этого диалога, поэтому диалог так же не ведется. Ни тогда он не велся, ни сейчас он не ведется. Вот в этих условиях сложно говорить, конечно, о создании ситуации, скажем, такой благодушной ситуации, когда стороны бы понимали друг друга, если нет такого диалога. Азербайджанская сторона предлагает этот диалог, но, к сожалению, этот диалог не получается. Что касается последних, которые привели к тому, что эта конфронтация усилилась, дело в том, что после 44-дневной войны политика правовые, они остались тем же, но реальный фон на земле уменялся. И мы предлагаем, поскольку эта территория всеми признана территорией Азербайджанской республики, политика правовой нонс происходит, когда на этой территории, на территории Азербайджана проживают люди с паспортами другой страны, являясь гражданами другой страны. И эта ситуация не трансформируется, а консервируется. Никаких реальных диалогов, механизмов не действует. В зоне временных действий российских миротворцев происходит фактическая консервация положения, когда опять же лидеры армян, которые там проживают, мы с полным основанием их называемые сепаратистами, призывают к сопротивлению Азербайджану, то есть неподчинению Азербайджану, мы будем биться до конца, отстаивать свою независимость и так далее. Естественно, в этих условиях конфронтация неизбежно возникает. И вот что предлагает азербайджанская сторона? Почему мы говорим, что если граждане, которые там проживают, хотят полностью обеспеченными правами граждан Азербайджана пользоваться этими правами, естественно, в том числе связанными с безопасностью, они должны как минимум принять азербайджанское гражданство. Опять же, это политика правовой нонсенс, когда на территории одного государства проживают граждане другого государства и выдвигают требования, связанные с безопасностью государства, гражданами которой они не являются. Вот это один из основных шагов для обеспечения безопасности. Возьмите, примите гражданство и, естественно, пользуйтесь всеми правами граждан Азербайджанской республики. Конечно, для этого есть соответствующие международные правовые механизмы, действуют соответствующие структуры, в частности, Красный Крест. Мы для того их сюда и приглашали. Миротворческие контингенты. Для чего они действуют? Для того, чтобы обеспечить вот эту самую трансформацию, региональную трансформацию, когда старые вот эти принципы уже нигде, постепенный, последовательный переход к новым принципам реализовывают. Но этого мы не видим. Мы видим вместо трансформации консервации ситуации, когда на этой территории действуют еще вооруженные формирования, незаконные действуют. Почему незаконные? Их вообще никто не признает в качестве, скажем, законных представителей власти. Поэтому они и незаконны по определению. Естественно, азербайджанская сторона не может реагировать так, индифферентно, что действует и действует, что теперь делать. Давайте будем вести диалог при наличии вот этих самых вооруженных структур. Вот, Ильгар, я смотрю, вот в целом и ваш подход, и подход Бориса, хотя вы отличаетесь в аргументах, но он все-таки упирается в то, если я правильно понял, в то, что нужны какие-то политические решения. То есть без решения вот этих политических проблем, снятия всех претензий, и территориальных, и различных правовых моментов, этот вопрос не решит. Но вот я пытаюсь еще с другой стороны посмотреть, да, вот, даже если там политики примут решительное действие, да, предпримут и подпишут документы, все равно, мне кажется, там на бытовом уровне, да, вот на уровне осознания людей эти проблемы останутся. Может быть, подойти к этой теме по-другому, да, то есть сначала наладить диалог между людьми, и через журналистов, да, через общину, может быть, какие-то мероприятия на территории третьих стран, да, там в Грузии проводить, там вот та же самая, условно, долма, да, или какие-то танцы, из-за которых там возникают споры. Совместные там мероприятия культурные, где оба народа представляют это как общую культуру. Может быть, вот такой челночной дипломатии, да, между народами пойти, вот как вы считаете, Борис, это может поспособствовать снижению напряженности и привести к политическому решению? Ну, я убежден, что диалог необходимо проводить на всех уровнях, и на уровне политических, на уровне политических лидеров, на уровне военных, кстати, очень важно, чтобы был непосредственный диалог, который, скажем, будет исключать такие конфликтные ситуации, которые были в районе Силатех, Армении. Необходимо, чтобы гражданское общество, журналисты. Кстати, очень важный элемент диалога это взаимодействие органов местного самоуправления, может быть, да, поскольку эти люди, которые непосредственно знают нужды своего населения, и, я думаю, быстрее, чем кто-либо найдет общий язык, потому что они находятся на земле. Но, к сожалению, тот диалог, о котором говорил Эльгарш, он не был эффективным до этого, поскольку не поддерживался на высшем политическом уровне, как минимум в Азербайджане, в какой-то степени и в Армении тоже. То есть я, как человек, который участвует в этом процессе практически сразу после Арабахской войны 92-94 года, могу сказать, что, да, нам не мешали и не мешают сейчас, но и не воспринимают всерьез те усилия, которые могут быть со стороны конструктивного экспертного сообщества или гражданского общества, или журналистов, представителей моей профессии. Когда же это происходит? Когда, в принципе, решения принимаются только наверху, решения эти очень часто бывают очень жесткими, например, если говорить о настроениях карабахских армян, им сейчас почти ежедневно напоминают, что вот у вас есть мужчины, которые участвовали в войне, они сепаратисты, они террористы, они экстремисты, и, соответственно, все они не имеют права жить на этой земле, и представьте себе семьи, а в подавляющем большинстве семей есть люди, которые участвовали в войне, что мы от них ожидаем, что они будут идти на получение азербайджанского гражданства без своих мужей, сыновей, я не знаю, отцов. Ну, несерьезно это все, и если мы обратимся к опыту европейских стран, где также были этнические конфликты, я имею в виду Испанию, и Северную Ирландию, и Север Италии, там везде были приняты очень ответственные решения, что люди, которые принимали участие в военных действиях, не считаются преступниками, они амнистируются, им предоставляются все те же права, более того, в Северной Ирландии мы видим, что люди, которые под уголовными статьями о терроризме были, они сейчас стали вполне конструктивными политиками, и входят в парламент. Если вот такой же подход и такой же опыт, а, кстати, в рамках тех проектов, которые реализовывались до недавнего времени, было изучение опыта этнических конфликтов в цивилизованном мире, если такой же подход был бы со стороны Баку, и я считаю, что в любом случае и Ереван должен принимать в этом участие, поскольку те сигналы политические, которые идут из Армении так или иначе касаются карабахских армян, все это позволило бы гораздо эффективнее продвигать мирный процесс, но, повторяю, этого, к сожалению, не происходит, и поэтому, если брать ситуацию после 44-х дневной войны, этот градус напряженности и враждебности, он не уменьшился, а может быть даже и поднялся. Я вообще являюсь сторонником горячим мадридских принципов, но при этом, будучи реалистом, я понимаю, что исход войны не может не влиять на собственное регулирование конфликта, поэтому сегодня мы имеем другие реалии, и надо нарабатывать те принципы, которые могут быть реализованы сейчас, с учетом, естественно, тех результатов, которые принесла 44-х дневная война, независимо, как мы к ней относимся, есть свершивший исторический факт. Если будет такой реалистичный и в то же время конструктивный подход с приоритетом будущего добра соседства, то, думаю, движение вперед будет, но многого для этого хватает, к сожалению. Далог сегодня происходит в случае в социальных сетях, я вот достаточно внимательно слежу за такой группой, как Перекресток, там видно, что есть потенциал у молодежи, особенно двух стран, и, кстати, интересно, что молодежи очень часто совпадают в своих суждениях с людьми, которые имеют опыт совместного проживания в советский период, да, вот какой-то у нас такой демографический гэп, да, когда люди не имеют ни того опыта и не смотрят в будущее, которое хотят видеть молодые. вот естественно, вот такие вот разговоры, которые идут на платформах, о которых я говорил, их надо максимально поощрять, продвигать, и главное, чтобы ко всему этому, к этим голосам прислушивались люди, прислушивались люди, которые принимают решение. это радует на самом деле, потому что я иногда слышал мнение, что наоборот, вот поколение, которое не жило совместно, не являлись гражданами СССР, им гораздо сложнее, потому что у них нет опыта общения, но если современные соцсети показывают обратную сторону, то это очень положительный тренд. Ильгар, как вы считаете? Речь идет о том поколении, которые не имеют ни опыта совместного проживания, ни опыта войны. Ну да, это тоже немножко облицает. Прошли через вот эти страдания. Ильгар, а вы как считаете, вот сами вот эти гуманитарные контакты отдельно могут как-то дать старт урегулированию, либо они должны быть подчинены, то есть координироваться высшим руководством и Армении, и Азербайджан, либо это не дает никакой пользы, нужно конкретное волевое решение политиков, и уже от этого мы будем плясать? Нет, ну конечно, полюбить друг друга никто заставить не может, априори это понятно, но вот у меня есть собственный личный опыт участия в подобных встречах и очень многолетний, скажем, такой долгоиграющий опыт. Я впервые участвовал во встрече с представителями армянской стороны, так скажем, с армянскими политиками, будучи 22-летним молодым парнем, который только заканчивал институт, это было 94-й год, май 94-го года, на международной конференции в Испании с представителями, вот у меня первый опыт общения был, этот вот буквально в эти дни было подписано значит тогда Бишкекское соглашение и естественно этот опыт лично для меня конечно много дал, по крайней мере это прямое общение, это прямой диалог в то время, когда диалоги не было даже ну смысла даже скажем любое упоминание о диалоге было как бы не приветствовалось но и на протяжении длительного времени мне приходилось участвовать в подобного рода диалогах и в частности в группе с молодыми представителями скажем армянской общественности азербайджанской и вы знаете ребята которые как раз таки родились даже после войны родились они естественно не имели опыта общения при знакомстве при вот смысле при контактах на какие-то на какие-то общие темы очень легко находили общий язык что говорит о том что все-таки все мы люди естественно все тянемся к одним и тем же как бы ценностям нас разделяют и вот эти конкретные жизненные ценности которые общие для всех но что касается политических рамок этого диалога вот Борис говорил о том что о опыте европейских государств вот той же северной Ирландии было достигнуто соглашение Страстной пятницы 1998 года которое положило путь для политического диалога ирландская ирландская такая экстремистская тогда группировка Шинфейн ее радикальное воензирное крыло стало интегрироваться в общественные процессы только после принятия политического решения но не до принятия а после принятия политического решения такая же ситуация наблюдалась допустим в Боснии и Герцеговине после принятия Дейтонского соглашения 1997 года когда основные участники политических процессов достигли каких-то общих соглашений относительно того как будет выстраиваться общественный диалог в каких формах он будет происходить какие институции должны способствовать развитию вот этого диалога поэтому я думаю что в нашем случае конечно это процессы должны происходить параллельно должны быть и общественные диалоги но должно быть и политическое решение для проведения этих общественных диалогов должны быть политико-правовые рамки для проведения этих диалогов и эти политико-правовые рамки должны обеспечиваться гарантироваться политическим участникам диалога которые должны обеспечить безопасность участникам диалога которые должны обеспечить прогнозируемость этого диалога чтобы он происходил в цивилизованных рамках чтобы По итогам этого диалога достигались какие-то определенные решения. Я думаю, что вот в этом направлении тоже надо работать. Что касается общественных диалогов и даже, так скажем, фокус-групп, которые должны концентрироваться на обсуждении конкретных тематик, в частности, журналистские экологи, скажем, неправительственные организации, те же самые хозяйствующие субъекты, в частности, на уровне муниципалитетов, тоже можно, конечно, обсуждать очень много вопросов, то эти диалоги должны приветствоваться, они должны, я так понимаю, что составлять какой-то общий мейнстрим. Они как бы маленькие ручейки общего потока, диалогового потока, который должен вывести нас на принятие конкретных решений. Ведь многие проблемы возникают от того, что мы не слушаем, не слышим иногда друг друга, и от того за нас кто-то мысливает, кто-то допридумывает, после трех точек как бы придумывает свою интерпретацию того, что хотела сказать одна или другая сторона. Вы знаете, мне больше всего нравится вот в этих диалогах, когда мы участвуем, общение с простыми людьми, с простыми, вот скажем, которые не облачены какими-то политическими полномочиями, которые занимаются конкретной, скажем, повседневной жизнью. И вы знаете, жизненными заботами. То есть эти люди иногда, знаете, парадоксальные ситуации предлагают иногда более эффективные решения, чем даже те, которые как бы облачены соответствующими полномочиями. Почему? Потому что их решения продиктованы той практикой, которая у них, ну, если те, которые жили в период нашего совместного сосуществования, или же те, кто продолжает жить. Допустим, в той же Грузии есть азербайджанские, значит, общины или семьи, рядом живущие с армянскими, и нормально у них этот диалог выстраивается, сосуществование происходит. Я думаю, что, конечно, это вполне возможно и в наших условиях. Единственное, что, конечно, для наших условий в нынешней ситуации необходимы еще политические договоренности. Есть все-таки для этого тоже основания. Так или иначе, процесс согласования текста мирного договора худо и бедно, он все-таки идет. Какие-то другие процессы по разблокированию, не знаю, по демаркации начали, они застопались. Я думаю, что они тоже в конечном итоге должны привести в движение вот этот общий механизм, который послужит делу такого многофункционального и всеобъемлющего диалога между ними. Да. Ну, я так понял, что и тот, и тот процесс важен, да, и нельзя отделять гуманитарное от политического, да, как и политическое от гуманитарного. Господа, у нас очень мало времени остается. Я обещал спросить про роль внешних игроков, да, если можно вкратце, там, буквально полминуты. Сначала вы, Эльгар, да, и Борис. Какие вот внешние игроки, по вашему мнению, тормозят карабахский процесс? Проще назвать, наверное, внешних игроков, которые не тормозят процесс. Но я так скажу. Значит, все-таки сегодня от внешних игроков зависит несколько меньше, чем от самих участников процесса. И поэтому это вот обнадеживает. То есть, возможно, до 44-х дневной войны их роль была определяющей, то есть, абсолютно терповой. То вот сейчас все-таки наша воля, наши страны, общество играет значительную, скажем, роль в продвине этого процесса. Я очень надеюсь, что мы сумеем продемонстрировать собственный потенциал и решить на оставшиеся вопросы собственными силами и на основе собственных интересов. Да, спасибо. И, Борис, вы тоже, вкратце, пожалуйста, ваше мнение. Ну, я, видимо, продолжу ту мысль, которую развивал в ответе на ваш первый вопрос. В конце концов, наш регион интересует внешних игроков своими коммуникационными возможностями, своими природными ресурсами. И каждый из геополитических крупных игроков пытается использовать это в своих интересах, естественно. Но эти интересы могут реализовываться как методом сталкивания Армении и Азербайджана, то есть, клик между ними и получение соответствующих преимуществ со стороны того или иного внешнего игрока, так и в условиях, если Армения и Азербайджан будут сотрудничать. То есть, внешние игроки – они модели будущего для Южного Кавказа, которые выработают сами региональные уже игроки. Поэтому здесь, я повторяю, наша роль может быть как спонсоров мирного процесса и использования возможностей и ресурсов региона, так и в роли спонсоров конфронтации здесь разных геополитических интересов. Спасибо большое, дорогие гости. Я рассчитываю на дальнейший диалог и вас благодарю за эту беседу. Друзья, напоминаю, что у меня сегодня в гостях были эксперты из Баку и из Еревана, в частности, президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян и глава политического клуба «Южный Кавказ» политолог Эльгар Велизаде. С вами, как всегда, был Камран Гасанов. До новых встреч. Это была программа «Королей пешки». Продолжение следует...